Добрый день! В этом видео я расскажу, как собираются две главоломки из серии Mojo Magical Pyramid Puzzle. Серия насчитывает 6 пирамидок, сегодня мы рассмотрим две самые простые из них, а именно Corner Twist Pyraminx и Bit Pyraminx. Главоломки имеют похожий принцип вращения, но у Bit Pyraminx есть дополнительные элементы в виде круглых центров. Corner Twist состоит из четырех углов, каждый из которых имеет три цвета. Здесь те же четыре угла и еще четыре одноцветных центра. Начнем с элементарной модели. Здесь вращаются только уголки и упростить ее можно было только лишь введением неподвижных центров, чтобы сразу было понятно в какую сторону поворачивать уголки. За короткое время с этой главоломкой справится любой человек, но чтобы это происходило осознанно, я сейчас покажу два основных приема. Они точно такие же, как в сборке классической пирамидки. К примеру, нам хочется собрать полностью красную грань, но здесь вместо красного цвета розовый, поэтому давайте начнем с розового. Для этого нужно найти три уголка, у которых есть розовый цвет. Один такой уголок, второй такой уголок и третий. Если все эти три уголка держать в руках, то грань, которая оказалась как раз между пальцами, и будет той, на которой должен быть розовый цвет. Остается только сюда повернуть все уголки до тех пор, пока розовый цвет не появится. И в конце остается довернуть четвертый уголок. Альтернативный прием, это когда мы ищем уголок, у которого нет розового цвета. Здесь вот есть бежевый, зелененький, синенький, а розового нет. Этот уголок нужно отправить назад от себя. Тогда грань, которая будет перед нами, должна быть розовой. Поворачиваем все уголки и появляется розовый цвет. Ну и доверачиваем четвертый. Вот и вся премудрость в сборке Корнер Твист Пираминкс. Бит Пираминкс собирается чуть дольше. Если присмотреться, то эта главонка очень похожа на другую, более старую, которая называется Пираминкс Дуо. По сути, это одно и то же. И собираются они одинаково. Если вы умеете собирать Пираминкс Дуо, то соберете и это. Версия от компании Мою вращается лучше, чем безымянный аналог. Изначально Пираминкс Дуо производился компанией Меферт. Но чаще можно встретить модели, которые вращаются туго и не имеют никакой отметки у производителя. В чем же отличие сборки? При вращении уголков вместе с ними перемещаются центры. Здесь есть два способа сборки. Первый способ более длинный, но меньше нужно думать. Ну а второй нужно чуть-чуть просчитывать, но зато движений меньше. Рассмотрим первый менее интуитивный способ. На первом этапе нам нужно сделать то же самое, что и на Корнер Твист Пираминкс. То есть собрать уголки. Находим уголки, у которых есть розовый цвет, либо уголок, у которого розового цвета нет. Располагаем его сзади. Ну и доворачиваем розовыми сторонами все уголки на одну грань. Далее доворачиваем четвертый уголок и получаем ситуацию, в которой нужно переставить центры. Для того, чтобы переставить центры, нам потребуются алгоритмы из классической пирамидки, которая называется пиф-паф. Для тех, кому он не знаком, я покажу, как это делается. Нужно опустить правый уголок, опустить левый уголок, поднять правый уголок, поднять левый уголок. То есть два хода вниз, два хода вверх. Два хода вниз, два хода вверх. Сейчас я сделаю пиф-паф трижды и элементы на классической пирамидке вернулись в первоначальное состояние. Нам достаточно одного применения. Классической пирамидке здесь переставляются ребра на BitPyraminx. Ребер нет, но будут переставляться центры. Чтобы они переставились правильно, нужно взять таким образом, чтобы центры, которые нужно поменять местами, находились спереди и снизу. Если вот эти центры поменяются местами, то соберется и бежевая грань и зеленая грань. В то же время задние центры поменяются тоже местами, соберется и розовая грань и синяя грань. Если мы будем держать пирамидку таким образом, то поменяются вот эти два центра местами. Зеленый центр станет на розовую грань, а синий на бежевую. Это нам не соберет головоломку, поэтому нужно держать правильно. Вот так тоже не подойдет. Вот так будет правильно. Выполняем пиф-паф. Опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый угол, поднимаем левый угол. Все собрано. Еще один пример сборки для закрепления. Допустим, мы нашли уголок, у которого нет розового цвета и расположили его где-нибудь сзади. Перед нами три уголка, которые имеют розовый цвет. Доворачиваем верхний и опять нужно расставить центры. Видимо, что если вот эти два поменять местами, то все соберется. Располагаем их спереди и снизу. Сзади тоже поменяется местами и все соберется. Делаем пиф-паф. Все собралось. Второй способ основан на том, что нужно просчитать перемещение центров во время ориентации уголков. И пиф-паф в конце сборки делать не придется. Многие способны это сделать интуитивно, но сейчас я опять же покажу, как это просчитать и чтобы тратилось наименьшее количество движений. Допустим, нам опять нужно собрать розовую грань. Видимо, что вот этот уголок не имеет розового цвета. Располагаем его сзади. Теперь здесь есть розовый центр. Повернем один уголок. Центр отсюда куда-то переместился. Повернем второй уголок. Центр здесь не появился. Давайте посмотрим, где этот розовый центр. Он у нас удачно установился возле розового угла. Если мы его сейчас повернем, то он сразу будет стоять на своем месте. И останется просто довернуть четвертый уголок. В итоге вся сборка заняла 4 хода. Но не всегда будет все так удачно. Иногда нужно приложить некоторое усилие для того, чтобы смоделировать похожую ситуацию. Что здесь главное? Мы два уголка правильно ориентируем. Ну, желательно так, чтобы здесь нужного центра не было. После чего вращением четвертого уголка мы совмещаем положение центра с вот этим розовым цветом. Для того, чтобы в одно движение у нас все центры собрались. И осталось просто что-то довернуть. В случае, если два уголка уже стоят в нужном положении, третий нужно повернуть, но центр здесь уже находится. Очевидно, что если мы повернем, то центр переместится в ненужное положение, и нам придется потом делать пиф-паф. Но вместо этого можно временно отвести центр вместе с этим уголком в сторону. Ориентировать этот уголок и потом вернуть вот это движение. В итоге все соберется и останется довернуть четвертый уголок. Если вот так просчитывать, то на сборку более пяти ходов не потребуется. А собирать уголку можно будет за считанные секунды. Ну и еще один пример сборки для закрепления. Находим уголок без розового цвета, располагаем его сзади. Просто ориентируем два уголка и смотрим на третий. У него здесь нет розового центра, поэтому вращаем, пока он не появится. Вставляем все на место и доворачиваем четвертый уголок. Всегда можно решить таким способом. Головомка простейшая, но иногда пособирать ее интересно. Особенно она подойдет неопытным любителям головоломок или детям. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.